Привет! Помните вот эти платки из прошлого видео? Там мы собирали энкодер с антидребезгом, но я говорил, что есть еще второй микромодуль и это цифровой потенциометр. Такие потенциометры еще называют дигипотами. Так вот, я собрал эту платку и устроил ей серьезную проверку. Здесь совсем немного деталей. Кроме самой микросхемы дигипота, тут еще пару резисторов подтяжки на I2C и нулевой резистор как перемычка для задания адреса. Он соединяет адресный вывод с общим проводником в данном случае. Возможен еще вариант с подключением этого вывода к питанию, тогда адрес устройства изменится. И последний на плате это конденсатор 100 нФ как фильтр по питанию. Очень скромное количество деталей, но как я далее расскажу, весьма большие возможности. Эти штучки применяются для регулировки коэффициента усиления в схемах на операционных усилителей, как регуляторы громкости в аудиоаппаратуре, как управляющие элементы для регулируемых источников питания, как установщики усиления в инструментальных усилителях, как задающие элементы в программно-управляемых фильтрах и еще куча вариантов. Вы можете посмотреть на принципиальную схему моего модуля, все очень просто, как я и говорил. На самом деле существует большое количество микросхем с этой же функцией. Это могут быть как варианты типа X9C, которые управляются не цифровым протоколом типа I2C или SPI, а сигналами больше-меньше, схожими с теми, что генерируют инкрементальные энкодеры. Это даже позволяет создавать цифровые управляемые сопротивления вообще без микроконтроллеров. А наличие у них энергонезависимой памяти позволяет не задумываться о состоянии после пропажи питания. Оно будет восстановлено по последнему установленному значению. Микрочип также производит достаточно большой ассортимент дигипотов, и некоторые из них с параметрами очень близкими к той микросхеме, что я выбрал. Итак, мой модуль – это цифровое сопротивление на 256 шагов с протоколом обмена I2C. Питается от 5 или 3,3 Вольта. Микросхема производства аналог-девайс AD5245 имеет несколько вариантов номинального сопротивления, но в данном случае выбран наименьший размер 5 кОм. Это дает максимально широкую амплитудно-частотную характеристику. Эта характеристика напрямую связана с сопротивлением, и лучше может быть только у дигипотов с еще меньшим полным сопротивлением. Это варианты на 2 и на 1 кОм. Но конкретно в этой серии микросхем таких нет. Кстати, вспоминая, как такие цифровые сопротивления делали ранее, мне на ум пришла советская микросхема К572ПА1. Свой первый дигипот я построил именно на ней. И на самом деле это вовсе не специализированный цифровой потенциометр. Это микросхема ЦАПа – цифроаналогового преобразователя, предназначенного для создания аналоговых величин напряжения из цифрового кода. Но на самом деле РДВР ЦАПы – очень близкие родственники цифровым сопротивлением. Можно даже сказать, что эта технология и есть родительская для дигипотов. Так вот, благодаря некоторым специфическим особенностям умножающего ЦАПа К572ПА1, эта микросхема могла быть идеально использована как цифровой резистор. И в процессе поиска документации на это чудо советской мысли, я с удивлением для себя обнаружил, что их до сих пор производят. Причем это до сих пор делает Рижский завод, которому, как я понимаю, это все перешло по наследству. И что самое интересное, номенклантура производства достаточно широкая. И я бы подумал, что это всего лишь исчезающая тень былой мощной промышленности, но справедливости ради они даже расширяют производственный ряд. Например, операционники с полосой 3 ГГц – это вполне по-современному. А еще тут же в новостях есть 140УД17. Если кто не знает, это весьма годный советский операционный усилитель. И да, они были в основном вот в таких металлических корпусах, что считалось плюсом, так как это экранировало кристалл внутри от ядерного взрыва. Но про ядерный взрыв я загнул, а вообще они вполне конкурировали по параметрам с лучшими образцами силиконовой долины. Типа суперпуперских AD797 и же с ними LT1115. Коль я уже совсем отвлекся от темы, вспомнил мой вопрос из прошлого видео про металлизированные точки по краям платы. И на него было много верных ответов, но первым точным ответом было, что это реперные точки. По-английски я даже не буду пытаться это произнести. А вот нужны они для системы координат, используемые как при производстве и проверке плат, например, летающими щипами, так и для последующих операций по нанесению паяльной пасты и монтажу компонентов при автоматической сборке. Так как точность позиционирования шелкографии и маски может быть ниже точности слоев меди, эти отверстия делают сквозным медным полигоном и в придачу убирают маску и возможную шелкографию вокруг, чтобы ничего не мешало компьютеру считать эту координатную метку. А теперь продолжим с моим модулем цифрового потенциометра. Как я уже говорил, я собрал опытный образец и приготовил ему массу испытаний. На импровизированном стенде, кроме него, еще присутствует Arduino Nano с 328 микроконтроллером. Именно он и будет задавать положение нашего потенциометра. Подведено питание, подключена шина I2C. Для первого теста я набросал программу со следующим функционалом. Она ждет данные с последовательного порта, число от 0 до 255, то есть 1 байт. Если передать больше, второй и последующие байты будут проигнорированы. После получения байта он вместе с информацией для контрольного регистра передается в микросхему потенциометра и записывается там во внутренний регистр. Далее микроконтроллер отправляет уже запрос на считывание этого регистра обратно. Это необходимо, чтобы убедиться, что было записано именно то, что мы отправляли. Когда Digibot дает ответ, то это число отправляется обратно в порт и отображается на экране. Таким образом я проверю весь цикл записи, чтения и изменения сопротивления модуля. Я вывел одновременно информацию с исцелографа, с мультиметра и экран последовательного порта для синхронного наблюдения за процессом. Цифровое сопротивление сейчас выполняет роль делителя напряжения, а результат деления измеряется мультиметром. Итак, при записи числа 255 ползунут переходит в самое верхнее положение, а мультиметр фиксирует практически напряжение питания. В моем конкретном случае это не 5, а что-то около 4,85 В. Микросхема имеет некоторое небольшое остаточное сопротивление, что дает падение в десяток милливольт. Итак, я ввожу различные значения в регист сопротивления. Это сразу появляется в пакете данных, как отправленных, так и полученных назад. Пакет на отправку содержит 3 байта, а ответ на запрос 2 байта. Эти данные помечены буквами W и R. И этот тест показывает работоспособность по установке значений и адекватную обратную связь. Если оторваться от монитора, то это выглядит следующим образом. Вот здесь мультиметр меряет свои вольты, щупая с солографа идут на шину обмена данными, и протокол декодируется. Насколько мне известно, реализация декодирования происходит на железном, а не на софтверном уровне. То есть там физически стоит микросхема, или что более вероятно, небольшая часть ПЛИС, которая отвечает за аппаратное декодирование I2C и передачу результата софтверной части, то есть ARM процессора внутри осциллографа. В общем, я тут развиваю идею лаборатории, в которой все измеренные параметры передаются на общий монитор персонального компьютера, что позволяет очень удобно отлаживать именно программируемые модули, требующие частых и коротких дебаг-тестов. Я могу сказать, что LAN протокол Сиглинта работает отлично, то есть можно хоть просто анализировать, хоть управлять всеми развертками прямо из браузера по IP-соединению. Очень удобно, молодцы. Есть еще одно небольшое устройство, работа которого незаметна, но которое очень выручает. Это изолятор цифровых сигналов на основе ADUM4160. Эта штука вообще создана для гальванической развязки программатора от программируемого устройства, но в том числе и выполняет роль повторителя для USB-протокола, а также промежуточного источника питания. То есть при длине удлинителя пару метров и еще соединении двух USB-кабелей, так как нужен именно определенный разъем, передача данных от компьютера к устройству становится весьма неустойчивой. Да еще и питание 5 Вольт на дальнем конце превращается в 4,5 или того хуже. И эти проблемы у меня решает эта платка. Итак, я опять отвлекся на лирику. Следующим моим шагом было испытание дигипота при управлении от энкодера. Это позволит проверить оперативную смену состояний. Примерно такие задачи стоят перед регуляторами громкости, например. В код была добавлена часть по обработке положения энкодера и теперь схема выглядит, как получаем шаг от энкодера и передаем дигипоту. Про энкодер я, кстати, в прошлом видео рассказывал. Кто еще не видел, можете посмотреть. Довольно удачный проект получился. Итак, теперь нам на кетку помещены и энкодер, и дигипот. Все это идет на контроллер и по идее должно нам дать смену сопротивления по повороту энкодера. Мультиметр снова показывает напряжение и я сейчас буду поворачивать энкодер в попытке проверить новую схему. Мы видим, что протокол обмена данными работает корректно, то есть один щелчок энкодера меняет данные на одну единицу, больше или меньше, в зависимости от направления вращения. На мультиметре можем видеть эти изменения сопротивления. Продолжение следует... В данном случае при таком напряжении на линии плюс 5 вольт один шаг получился равен примерно 20 милливольт. На самом деле все выглядит очень просто, ведь мы просто вращаем ручку и потенциометр меняет свое сопротивление. То есть можно было это просто обычным сопротивлением сделать. Но вы понимаете, что это не наш путь. В век цифровых систем, спутников, повсеместного Wi-Fi спросите себя, как можно крутить аналоговый потенциометр. Это шутка, если что, но в каждой шутке есть доля шутки. Кстати, я уже упоминал тут амплитудно-частотные характеристики этих потенциометров, и они, конечно, несовершенны. Диапазон использования таких штук примерно до мегагерца. Это с лихвой перекрывает аудиочастоты, но вот дальше, в общем-то, все. Собственно, и основное применение это цифровые регуляторы громкости. Вот схема следующего теста. Теперь мы будем делить на потенциометры переменный сигнал с генератора и смотреть, что из этого получилось. Я также забрасываю разные коды и смотрю амплитуду сигнала. Из того, что мы видим, все работает вполне корректно и для переменного сигнала. То есть положение дигипота пропорционально изменяет амплитуду сигнала. И именно здесь мы близко подбираемся к управляемым фильтрам, то есть к некоторой аналоговой схеме, характеристики которой могут быть изменены цифровым путем. Вообще, когда мы говорим про управляемые фильтры, должна представляться примерно такая схема техника. Это фильтр низких частот, он отсеивает все частоты выше некоторой частоты среза и в данном случае это топология Салена-Ки. Два потенциометра могут изменять параметры этого фильтра, регулируя как частотой среза такого фильтра, так и интенсивностью подавления сигнала. Такое может, например, применяться в различной звукозаписывающей аппаратуре и микшерах. Конкретно мои испытания будут попроще. Я собрал пассивный аналоговый фильтр первого порядка и теперь я буду смотреть амплитудно-частотную характеристику такого фильтра, исходя из того, какое сопротивление установлено. И да, если установлено нулевое сопротивление, диаграмма амплитуды в идеале должна быть прямой линией, но в реальности к одному мегагерцу уже идет небольшое затухание, что, собственно, ожидаемо. Я выставлял разные значения сопротивления и результаты были вполне адекватные. То есть можно считать, что и этот тест Digibot прошел. И последний момент это возможность адекватно работать при отрицательных напряжениях. И тут все ожидаемо не очень хорошо. Вообще спецификация запрещает подавать двуполярное напряжение на входы, но я посмотрел внутренности других Digibot-ов типа X9C, и они при идентичной схеме могут адекватно воспринимать небольшие отрицательные значения. Но тут производитель, видимо, решил строго ограничить эти значения, и теперь мы можем довольствоваться только небольшим отрицательным значением около 400 мВ, что менее напряжение открытия ПН-перехода. Если подавать еще чуть больше отрицательное значение, сразу последуют ограничения. Вот такие дела. В общем и в целом экспериментальный Digibot мне понравился. Интересная такая штучка получилась. А я на этот раз не смог придумать никакого вопроса моим зрителям, но может быть вы сможете прокомментировать что-то из услышанного на видео. Как вы знаете, комментарии помогают авторам каналов получать больший охват аудитории, и это помогает лично мне делать новый контент. Спасибо вам за просмотр и пока. А нет, немного обманул. Вот вопрос для бывалых. Почему график фазы вверх загибается после 200 кГц? Хм, по мне это странно. Продолжение следует...